привет друзья вы на канале михайлов олег стартап наша компания называется first appliance repair мы занимаемся ремонтом бытовой техники в сша находимся в штате калифорния город сан-франциско вот и ближайшие города и о чем бы сегодня хотелось с вами поговорить в прошлых видео мы разговаривали с вами о о таки о такой вещи как страховые компании против не страховых компаний кто не видел еще это видео обязательно пройдите по ссылке сверху вот посмотрите это интереснейшее видео в котором я рассказываю плюсы и минусы страховых компаний именно это те компании откуда мы берем заказы вот а сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о такой вещи как страховка для сотрудника для техника страховка для техника хочу же пойдет речь в этом видео не переключайтесь оставайтесь с нами и поехали расскажу вам про страховки для техников и не только итак что же имеется ввиду страховка для техника когда вы работаете да вы работаете достаточно в такой можно сказать опасной зоне и многие компании многие компании они спрашивают а если у тебя страховка чтобы ты работал с нашими и планицами да с нашими вообще вообще чтобы ты делал какой-то ремонт для чего они это спрашивают потому что если вдруг ты что-то там спалишь взорвешь что-то сгорит то они уже знают то что у тебя есть страховка и в случае какого-то не форс-мажора ты можешь но они могут как бы через твою страховку возьмем и возместить весь ущерб вот противом случае если у тебя такой страховки нету да то просто либо ты будешь этого из своего кармана как-то да все компенсировать в общем это ну в общем это своеобразные проблемы поэтому у всех техников должна быть страховка вот у всех техников должна быть страховка и у компании естественно тоже должна быть страховка и вот сейчас я вам немножко расскажу давайте сначала начнем с компания потом уже локально по технику начнем рассказывать какие тут бывают подводные камни поехали и так значит у компании да когда вы создаете свою компанию у вас должна быть страховка страховки бывают так скажем несколько видов первая страховка которая покрывает до миллиона долларов вот и вот это вот страховка она покрывает весь принесенный ущерб до одного миллиона долларов вот если вы приняли привею принесли ущерб больше чем на 1 миллион долларов то остальное вы платите из своего кармана вот так же есть страховка которая называется амбрелла зонтик вот эта страховка она уже покрывает все то что свыше одного миллиона долларов сша да весь тот ущерб который вы принесли свыше одного миллиона долларов сша вот но я вам хочу сказать то что сейчас все страховые компании очень неохотно страхует вот всякий и плать срепор компании вот с каждым годом все хуже и хуже все как бы больше больше за это просит денег потому что очень много компаний ошибочно на мой взгляд а клеймят разного характера вот проблемы потек потекла вода поцарапали полы вот и вот из-за этого страховки не очень сильно хотят работать сфере плать срепер вот либо делают просто страховки очень дорогими поэтому имейте ввиду если вы хотите взять страховку то на свою компанию то делайте это побыстрее находите хорошую компанию и начинать с ней работать это важно так значит допустим что у компании да есть вот эта страховка у нее есть umbrella у нее все год вы его заплатите примерно сейчас я вам скажу где-то полторы тысячи долларов за год вы потратите на вот эту всю страховку также есть страховка work work compensation это еще один из страховки но она нужна только для тех компаний если у вас есть сотрудники в штате то есть если у вас сотрудники работают не как контрактор они не по договору да а те сотрудники которые у вас находятся непосредственно в штате вот тогда нужно work compensation страховку тоже создавать вот хочу сразу сказать что многие страховые компании они вообще не хотят работать с компаниями у которых нету work compensation то есть они говорят так у вас есть сотрудники в штате если нету вы нам не интересны то есть мы не хотим работать с компаниями у которых одни контракторы да поэтому чисто в теории как ну чисто да теоретически то компания у которых есть свои сотрудники на employee да они намного будут так скажем более выгодных условиях и им будут давать хороший контракт и им будут давать работу чем те компании у которых только одни контракторы вот это первая такая заметка дальше чтобы еще хотелось вам рассказать вот когда у компании есть страховка как бы это парадоксально не звучало но нельзя клеймить этой страховкой разного рода косяки техников ну что я имею ввиду то есть например техник пришел на заказ не закрутил воду до вода там залила полы полистик полы все вздулись клиент недовольный звонит он говорит давайте решать проблему вот и как бы на мой взгляд менее ну как бы не самый опытный руководитель он просто возьмет и отправит клейм свою страховую компанию и это страховая компания ну то есть решит этот вопрос там поменяет полы вода но после двух тире трех таких клеймов ваша страховка станет стоить не полторы тысячи в год а под пять тысяч долларов в год то есть что я хочу этим сказать я хочу этим сказать что страховка она должна ну компания она должна быть только для очень-очень крайных крайних случаев когда что-то случается очень ну такое серьезное она нужна только для этого чтобы если что-то там взорвалось что-то там сгорел не дай бог вот только вот для таких вещей и максимально стараться вообще не пользоваться своими страховыми страховками и не клеймить клеймить это значит управлять запрос на чтоб страховая да там решила за вас вопросы все по деньгам и так далее тому подобное то есть ну стараться не клеймить потому что я вас уверяю через год когда вы удивитесь то что страховая вам просто откажет в продлении контракта и они скажут ребят извините его нам прислали слишком много клеймов тогда вот мы как бы не следующая страховка для вас будет стоить столько-то столько-то вот поэтому для всех кто собирается на свою компанию до создавать эту страховку помните вот про этот факт и не клеймте лишний раз как же вы хотите ситуации как же но я знаю кейсы как ну в принципе как очень просто то есть если техник так скажем да он контактор накосячил у этого техника контрактора у него должна быть своя страховка вот и он должен иметь свою страховку и но даже желательно чтобы техник тоже не клейм на свою страховку и желательно с клиентом расходиться так скажем как-то ну грубо говоря за свой счет вот чтобы и страховка для техника не удорожалась до чтобы тоже не было таких проблем вот со стороны компании я думаю что компания может помочь технику как бы там частями у него удерживать некую сумму и зарплата в счет того что ну как бы техник покроет ну то есть покрыть ну то есть смотрите компания сама покроет все из ну там проблемные вопросы то есть она там заплатит за новые полы 3000 долларов вот но у техника не будет удерживать эти 3000 долларов да а у техника просто будет так какими-то там мелкими частями там по 200 по 300 долларов просто списывать там ежемесячно чтобы технику не было это накладно как бы знать такая компания даете по рассрочку технику за то что он там попортил все полы но что-то типа такого вот и такая схема в принципе нормально работает и технику окей он следующий раз будет думать что что делает вообще чтобы там ничего не сломать ничего не спалить вот и плюс по нему так сильно не ударит чтобы он там смог дальше продолжить безболезненно работать вот так что еще вам хотел рассказать по поводу страховки где можно сделать эту страховку да но обычно вы звоните какому-нибудь агенту вот и агент уже отправляет запросы разным страховым компаниям да вы должны заполнить вы должны будете заполнить ряд бумаг определенных для этого агента да там название вашей компании сколько компания ли существует сколько у него сотрудников то то есть вот такие вот все вопросы вот агент рассылает это все по страховым компаниям это компания которая отозове от она отзовется согласиться застраховать вот в той компании мы застрахуемся вот как-то так это работает вот друзья если у вас еще остались вопросы по данной теме напишите пожалуйста в комментариях вот не забудьте подписаться на канал мы стараемся выкладывать много полезной информации на нашем youtube канале вот ставьте колокольчик чтобы не пропустить о новых видео вот так что вот в рамках сейчас вот этого выпуска я предлагаю закончить вот ну и соответственно увидимся следующих сериях вот всем пока до встречи